Приветствую, друзья! Вот сделал прошлый ролик о практическом, ключевом, одновременном мышлении о многих темах. И вот сразу там мне комменты написали, друзья, спасибо. Получается так, что вроде бы как мужчина, мужчина когда серьёзно задумывается. Я помню книгу такую, что женщина от Венера, а мужчина от Марса. То есть он когда задумывается глубоко, он от всего отрешается, а женщина его дёргает, а он от них хочет отвлекаться, а ему мешает это думать сосредоточенно. А Венера, ну вроде бы женщины считают, что они могут думать одновременно обо многом, тоже сосредоточенно. Ну вот интересный же вопрос. На самом деле мужчина может думать много теми, одновременным способом. Ну как это выразить? Вот это я хочу у Романа Газенко спросить, как это вербализовать, вот это состояние, когда одновременно человек может много разных задач или много тем разных, много объектов внимания перелопачивать, условно говоря, чтобы найти какое-то решение. Это мужчина отличается от женщин или нет? Или может быть женщины могут это делать одновременно, такой многозадачник, но может быть они при этом имеют какую-то доминанту другую, может быть они о чём-то другом, таком каком-то думают, более серьёзном для них, что это у них получается как бы эмоционально отстранённее, и они поэтому это могут перелопачивать в много теме одновременно в сознании. И в то же время может быть это вот много теме у них более поверхностное, а вот та задача, которой они могут быть и не высказывают, а может быть та задача связана с продолжением рода, а может быть она более глобальная для них, а для мужчин может быть та задача, это вот как раз таки раскрытие творческого потенциала в самом человеке. Ну это очень сложный вопрос, поэтому мне без вашей помощи, друзья, не обойтись. И как вот это состояние выразить, вербализовать, потому что Чик Сен Михаил пытался, назвал это как оптимальное переживание, как поток, поточное состояние, но я понимаю, что в поточном состоянии я, например, когда лично нахожусь, я вот думаю, когда мне никто не отрывает от мысли, я сосредотачиваюсь глубоко, погружаюсь в этом глубочайшем погружении, я могу, у меня много темы одновременно, такая многоуровневая логика, и там вот эти вот темы друг с другом не конкурируют, а синергируют, помогают друг другу. Это такое вот новое качество, ресурсное состояние, когда человек глубоко погружен в много темы, одновременно сосредоточен во всем как-то качественно, это другое состояние, это необычное состояние, поэтому обязательно надо это вербализовать. Как-то словами описать, удачнее сегодняшним днем, понятнее для всех, лучше для всех, и поэтому для всех доступнее. Потому что они тогда смогут и у себя это быстро находить и использовать, потому что то, что выражено словами, которое прошло через сознание, вербализовалось, это сигнал сигналов, то есть больше людей будет сразу понимать. Ну а сейчас просто напишите мне, пожалуйста, как вы думаете, женщина более склонна, сосредоточена одновременно думать о разных темах, или мужчина, или на самом деле мужчина может только сосредоточиться в одну тему, а женщина может одновременно о разном, но при этом более поверхностно. Ну в общем, это такой сложный вопрос, непростой. Да, это очень важно нам понять. Именно вовлекаясь в решение этого вопроса, что же это за состояние, как это вербализовать, как это словами описать, мы можем лучше достучаться и до своего сознания. То есть по существу мы сейчас, коллективный разум, генератор самоосознания коллективный, и в то же время для всех и каждого. Это очень важный момент. Потом мы будем лучше понимать друг друга. Да, вы увидите. Мы сейчас этот как раз механизм и как бы производим, выйдя на эту тему. Практическая антистрессовая подготовка для лиц, которые готовятся к экстремальным стрессовым, чрезвычайным ситуациям. Может быть это экзамены, может быть это волнующая встреча, может быть это война, может быть это командировка, может быть это встреча с любимой, и может быть это, ну любая ситуация может быть очень серьёзной. Хотя слово чрезвычайное имеет своё значение. Да, и все слова имеют своё значение. Но понимается многими по-разному. Поэтому и нужна вербализация, научное определение слов, которое не многозначно, а однозначно, которое все понимают одинаково, по возможности. И вот все вместе мы над этим сейчас думаем, как выразить словами состояние одновременного размышления, глубоким погружением, многотемия. Как это выразить? И отличаются ли мужчины от женщин этим? До встречи, друзья. До встречи. До встречи.